Всем-всем-всем-всем салямчики и братанчики, всем большой салям, с вами Ваш Кумыс, как говорится, здесь оттуда не томится. Лайк прожал Кумыс, я руку пожал, уолды тут, уолды поймут, ога-олга на 20к. Ну что, братанчики, услышали нас разработчики, молодцы, можно просто поаплодировать, стоя похлопать. Разработчики, вместо того, чтобы исправлять данный баг, просто начинают банить в метро. На самом деле, я ни чуточки не жалею, что выложил об этом вчера видео, был очень жесткий ажиотаж по этому поводу. Но у нас, видимо, то ли менталитет такой, в СНГ имеется в виду, то есть разработчики всегда действуют с позиции силы. Не то, чтобы я там одюпал миллион, я одюпнул один раз, показал вам, специально пошел, так сказать, на свои жертвы, и меня, братанчики, выбираем выбор режима, забанили, я захожу в метро-рэль, пам. Эта функция проходит бета-тестирование, в котором вы не участвуете. То есть просто разработчики, вместо того, чтобы исправлять баг, потеть, там что-то делать, а не просто тех людей, которые дюпали золото, просто выкидывают с этого бета-теста. С одной стороны, это правильно, молодцы, это реально аплодисменты. Данное видео, так сказать, ваш покорный слуга достучался до разработчиков. Но я хочу разработчикам позадавать, наверное, очень много вопросов. Я сейчас хочу зайти в официальную версию группы ВКонтакте и там по поводу багов, по поводу дюпани золота, по поводу того, что очень много косяков, по поводу даже самого режима метро. Вообще информации ноль. Даже сейчас я вам, братанчики, покажу. Ноль информации ноль. Я не знаю, как они это будут собираться вообще исправлять. Давайте я вот просто покажу. Вот у нас ВК, ну официальная, то есть это официальная группа PugMobile. Вы хоть одно сообщение видите по поводу режима метро? Вы хоть одно извинение от данных разработчиков видите? Я не вижу. Они вообще просто полностью это игнорят. Полный игнор. Ну турики и всякое такое. И метро-рояль, там обкальпс. То есть тупо реклама идет. Почему нельзя просто извиниться, сказать, ребята, извините за данный баг. Мы будем работать над этим. Понимаете в чем дело? И вы не думаете, что я там бомблю, что меня забанили. Нет, вообще бомбежа ноль. Я просто перехожу стримить паблики, играть в паблики, прокачиваться там, пока не этот бета-тест закончен. Они даже спасибо не сказали, что мы им показали. Пока просто мы показали им видео. И они действуют с позиции силы. И начинают просто банить людей. При этом за свой же косяк. За свои же баги банят людей. В этом плане, то есть они делают, может быть, правильно. Но хотя бы написали бы в группе ВКонтакте. Да, там где-то в официальных своих средств массовой информации. Ну не знаю, где-то написали, сказали бы там извините. Ребята, да, действительно, произошел коллапс с этим режимом. Много багов. И мы над этим работаем. Но у нас разработчики, вместо того, чтобы просто даже какие-то слова, просто даже ответьте. Даже не говорю, что извиняться. Не надо извиняться. Просто ответьте. Почему так? Почему вы не работаете? Или вы не делаете исправление бага? Вы просто баните. То есть у нас так, видимо, так приучили. То, что надо действовать с позиции силы. Просто выгонять. И так что, братанчики, то, что я в видео в прошлом показал, как дюпать золото, остановитесь. На следующий день вам прилетит обязательно бан официальной версии. Наверное, сейчас они будут пытаться исправлять. Но здесь они тоже не правы. Мне интересно, что там за клерки сидят. Я не хочу их обидеть. А что там вообще сидят за разработчики? Мне там Pug Mobile вообще ничего не платит. Поэтому мне вообще без разницы, как я о них высказываюсь. Понимаете, да? И то есть вообще, реально, за баги, за косяки я ни одного, то есть, контакта не видел. Даже в конкурсов группы зашел в Discord, в VK вам показал. Ничего такого нет. Ажиотаж, что жесткий идет по поводу режима метро. Начните работать. Правильно сделали, что забанили. Но я вам покажу пару скринов. Попросил я сегодня своего друга скинуть скрины. Мне дали бан, когда я задюпал один раз на 16 миллионов. Ну, там, или 15. Вот задюпал. Чтобы специально это выложить, показать. Да, шел даже на жертву, чтобы я понимал, что, скорее всего, меня забанят именно в этом режиме. Но я вам покажу пару скринов, как у нас работает разработчик. Извиняюсь, вот здесь вы увидите скрины, кто там на первом месте на RU сервере. А у кого-то там 1 миллиард, 1 миллиард метров валютенов. Я вам покидаю там, пам, пам, пам. Увидите. А почему их не забанили? Вы как работаете? Если банить, то банить всех. Особенно вот этого человека. Да, не в плане, говорю, что, типа, там, баньте всех. Нет. Кто дюпал? Кто дюпал? Я хочу, чтобы вы, если действительно вы занялись таким делом, то сделайте это плодотворно, хорошо. Выскажите свою версию. Почему так происходит? Почему вы не работаете? Вы же, когда обновление выходит в обычном паблике, вы же исправляете. Мы загружаем одно, все там выходит, там написано. Понерфили то-то, заюзали то-то. Ну, реально, вот список идет. Почему с режимом по мобайлам так же нельзя сделать? И да, я это видео выложил специально, братанчики, чтобы вы увидели, что золото дюпать уже не нужно. Потому что на следующий день вам прилетит бан. Как мне прилетел, как мне бан прельгел, я сразу сделал запись. То есть, вот видите, не могу зайти. То есть, я сразу вас предупреждаю. Не дюпайте золото. А разработчики нас услышали. Молодцы. Но, к сожалению, разработчики нас услышали и действуют себя как обычно с позиции сет. То есть, они считают, что они во всем правы. Они то, что захотят, то и сделают. Захотят вам аккаунт на 10 лет и забанят. Так что, вот, бан метро я получил на самом деле. Но я надеюсь, что этот бан метро послужит их действием. Чтобы они работали над своим режимом метро. Чтобы 11 января, чтобы я скачал, зашел и кайфовал. Чтобы не было таких банок. Наподобие спидхака. Баня золота. И других там вот этих невидимых там, где ребята ходят в нычках. Ну все, братанчики, я вас предупредил. Как говорится, если вы предупреждены, значит вы вооружены. Я надеюсь, вы подпишетесь на канал. Прожмете лайкосики. Придете ко мне на стримчанские. Пообщаемся по этому поводу. Подискутируем. И тому подобное. Правильно ли разработчики поступают или неправильно. Будут ли вообще они работать над этим. Когда я вам задал вопрос по поводу, будут ли они исправлять. Но они исправляют, но видимо не таким образом. А теперь у меня другой для вас вопрос. Правильно ли делают, что банят. Но при этом даже не говорят о своих источниках официальных. Типа группы ВКонтакте, Дискорде. Не просвещают об этой теме. Вот. Ладно. Всем спасибо. Всем рахмат. Увидимся на стриме. Всем бай-бай.